Слава нашему Господу за то, что Господь позволил нам сегодня еще раз в нашей жизни пристать пред лицо Господне. И уже, может быть, не для молитвы той, которую мы совершали дома, но здесь, в молитвенном доме, чтобы еще раз послушать Слово Господне. И мне очень хотелось бы, чтобы мы еще раз оценили именно вот важность слушания Слова Божия. Потому что не всегда это время будет таким. И Писание говорит, и скорее всего это будет день, когда уже Господь будет судить людей, когда отнимется Слово Божие, что придет время, когда люди будут искать Слово Божие. И Писание говорит, молодые юноши и девы будут ходить от моря до моря, скитаться от Востока к Западу, будут искать Слово Господне и не найдут Его. Я, как всегда, подчеркиваю, что самое важное, что мы сегодня имеем, это Слово Божие, которое открывает нам и путь ко спасению. Может быть, если мы внимательно открываем тайны наших неудач, которые бывают с нами в нашей жизни. И поэтому очень хотелось бы, чтобы оно для нас тоже было сегодня драгоценностью. Потому что оно светильник нашей ноги, оно сила Божия ко спасению. И вы помните, в чем было преимущество иудеев? Говорят, какое преимущество иудеев? Говорят, великое. И там перечисляется несколько достоинств. А самое главное, что им уверено Слово Божие. И вот это уверено, это гораздо больше, чем у них есть возможность слушать Его. Оно им уверено. И очень хотелось бы, чтобы мы сегодня поняли, нам тоже уверено Слово Божие. И мы Его проповедуем. Господь доверил нам. А уже как мы Его проповедуем? Это уже другой вопрос. Вы помните, апостол Павел писал, что, говорит, «Ты сам держи здравое учение и передай это верным людям, не просто лишь бы кому, а передай верным людям, которые могли бы и других научить. Как научить? Тоже верно». Вы думаете, почему сегодня у нас много так христианских динаминаций? Я уже даже не помню, сколько их. Наверное, за 50. Боюсь соврать. Ну, где-то, где-то. Почему? Ведь одну Библию читаем. Это сделали люди, которым Бог уверил в Слово Божие, а они почему-то или не поняли, или сознательно что-то делали. Но вот они Его не проповедовали таким, каким оно должно было быть. Я думаю, вы со мной согласитесь. Если бы все понимали одинаково, проповедовали одинаково, были послушны, то, Боже, толковать Слово Божие каждому по-своему не будет. Уровень может быть разный. На разную глубину, но все равно он будет идти в одном направлении. И вы помните, когда были послушны там где-то кем-то, с Аполосом, наверное, с Акилой, с Прыскилой, да? Он проповедовал Слово Божие, но он его не знал полноты всей, но он был доступен для того, чтобы внимательно выслушать и принять. правильно проповедовал, зная только крещение Иоаннова. А дальше уже он не знал. Они его встретили, послушали его, поговорили с ним, сказали ему, что вот это у тебя хорошо, а то иначе ты заблудился, или ты ложь говоришь, но ты просто не все знаешь. И потом, вот, пожалуйста, добавили, и все нормально было. И действительно, сегодня враг очень много наделал на этой почве. Очень много разделений. И действительно, сегодня очень трудно человеку, который ищет Господа, ну, иногда разобраться, а куда? Никто же не говорит, что у нас плохо. Все говорят, у нас хорошо и у нас лучше. Ни у кого так нет, как у нас. И вы попробуйте, разберитесь. И одну Библию читаем, и все. И разберись после. Потому очень хотелось бы, чтобы мы сегодня вникали в это слово. Конечно, настолько, насколько нам доступно. Я думаю, если бы Павел был на моем месте, то он гораздо глубже что-то сказал бы, чем я. Ну, сегодня я, вы, мы на том уровне сегодня труднее все, на котором нам доступно. Кто-то другой где-то глубже что-то знает, больше знает. Но я понимаю одно. Если мы что-то и не допоймем очень глубоко, но вопрос святости, вопрос освящения, вопрос чистого хождения, он изложен довольно просто, доступно. Если только у нас есть вера. Нас часто веры не хватает. Мы часто что-то можем списывать на время, на культуру, на то, и другое, на третье. Но я не раз говорил, Бог от самого начала не предлагал у них какую-то культуру, какого-то народа, даже не еврейского. Он предлагал свою культуру, свою мораль. А то, что они принимали от язычников, и сами что-то было у них, это уже другой вопрос. Но он предлагал им и свою культуру. И культура, и мораль от времени не зависит, если речь идет о Боге, о Его слове. А по-человечески, да, меняли люди что-то, что-то пересматривали. Вчера что-то было плохо, сегодня стало хорошо. Раньше было спекуляции, вероятное предпринимательство. Ну, вы знаете, вот так оно все как-то поменялось, уже вроде что-то и плохо, и что-то неплохо, да и неплохо, с другой стороны. Но когда дело касается Божьего слова, там все расставлено на место, там не было никаких изменений, и быть их не можно. Поэтому мы полностью можем доверяться сегодня словам апостола Павла в отношении всех вопросов нашей жизни и в отношении нашего исследования за Господом, потому что это то основание, на которое мы должны полагаться. И вы помните, мы где-то по стране, и эфесянам читали, потом филиппийцам, потом колоссианам, и там неоднократно подчеркивалось, что будучи утверждены на основании апостолов и кого? И пророков. И имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здания слагают, стройно возрастает, все той храм Господи, на основании апостолов и пророков. То есть древних пророков, не современных, потому что сегодня современное, оно не должно выходить за рамки тех определений, которые в обремя апостолов были, и в древнее время. Потому что здесь же просто мы понимаем, ну, на основании пророков и апостолов, ну, того писания, которое мы сегодня имеем, записанное. Пусть Господь поможет нам и сегодня с полным доверием относиться к этому слову. И я немножко вернусь назад, у нас был одно, один разбор пропущен. Четвертая глава, второе послание к Тимофею, я просто начну с шестого стиха, который Павел говорил, «Ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало». Вообще, если говорить о Павле, то почти все апостолы, за исключением Иоанна, они стали жертвой, они своей смертью не умерли. Единственное, Иоанн, которым Господь сказал, значит, «А что тебе для того, покуда он будет, покуда я приду?» в смысле этого не было, смерть вот такая насильственная. А вообще остальные апостолы, они погибли насильственно смертью. И Павел, и вы знаете, и для Господа это важно очень, потому что мы неоднократно читаем, и читали вот этот текст Писания, где очень ясно и понятно написано, «Будь верен до смерти». Это в откровении Иоанна. «Будь верен до смерти». Это не значит до смерти, а если только смерть, то можешь отказываться. Нет. Если надо, должен смерть принять. И это по-особенному оценивается Господом, потому что это жертвенное. Ну, я не думаю, что так просто все и так легко, но, наверное, не хуже, чем страдать по 3-4 года в кровати. Ну, распяли, убили, но вы знаете, что. В отчвете сил иногда, в расчвете, кто знает сегодня, как для кого лучше. Но я просто хочу сказать, Бог знал, как для кого лучше будет переход. Он сам спланировал и знает, как кому надо. Поэтому просто вот то, что с нами случается, мы должны воспринимать как должное, как определенное Господом, как не нечто из рук вон выходящее, потому что на жизнь каждого из нас у Бога есть свой определенный план. И это самое лучшее. Потому что если он почему-то нарушается, это не самое лучшее. Это не самое лучшее. Поэтому Павел говорит, ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало. Вот он чувствовал приближение. Знал ли он день, когда-то будет, знал ли он время, но то, что уже скоро, он понимал. И он говорил уже как пророчески, потому что он имел очень тесное общение с Господом. И Павел говорит так, я обращу внимание на 7 стих. «Подвигом добрым я подвязался». Вот его же служение было подвигом. Вы знаете, что такое подвиг? Ну, я свои слова буду передавать. Это нечто, совершенное человеком на самом пределе своих сил, со всякой жертвенностью, и может даже сверхсил, как мы сегодня называем. Подвиг – это не родовое явление. Это не просто какой-то поступок, который совершается по несколько раз в день и не кричается от других. А у него жизнь была подвиг. Это был постоянно как подвиг, на пределе сил и возможностей работал. И он говорит так, «Подвигом добрым я подвязался». Подвязался, старался, стремился, делал все то, что мог, с полной отдачей. «Подвигом добрым я подвязался». Течение совершил, вирус сохранил. Вот знаете, вот как это вот непросто, вирус сохранил. Он отмечает это. Вот в его жизни, вы помните, он делал очень огромный перечень, что с ним случалось. Меня, говорите, побивали камнями, за город выбрасывали. И где-то три раза по сорока ударов, без одного дали. И потом был среди разбойников и тонул где-то на море. Я, допустим, не понимаю, что он имел в виду, когда сказал, «День и ночь пробыл во глубине морской». Что с ним было? Кто знает, что с ним было? Но это было не что-то, что очень ярко заключилось в его жизни. И написано для нас. Это действительно, вот посмотреть, как он жил, это вообще, ну, подвиг. Это подвиг. Это каждый день на пределе возможности. И вот в это трудное время он сохранил веру. Значит, не так просто хранить эту веру. Вот почему я разбойником попался? Почему я оказался на море? Я бы, наверное, подумал бы, а вдруг я не туда пошел? А вдруг я не помолился, не имея водительства? А вдруг очень много могло бы быть? И вот, знаете, вот такие моменты, когда у нас нет ясности и твердости, начинает колебаться вера. И вы помните одного из великих мужей Божьих? Это претчетча Иисуса Христа, Иоанн Креститель, о котором Господь сказал, что из рожденных женами не восставал больше Яна Крестителя. Моисей был, Илья был, Денок был, а вот Христос говорит, из рожденных женами не было больше Яна Крестителя. И вы помните, насколько он поколебалась верой его, когда он в темнице оказался? И вот идите и спросите, ты ли тот, которым надлежит прийти? Или нам уже дать другого? Говорит, пойди, скажите Яну. Уже тут разговор был бессилен. И скажите, что вы видите и слышите? Что больные исцеляются, хромые ходят, мертвые воскресают. Уже говорить просто так, что Я тот, уже не было смысла. Уже надо было указать на дела, которые я делал. А после ученик выспрашивает, вы что, говорит, думаете, ходили в пустыню смотреть трость ветром колеблемую? Или человека, который одетый в мягкой одежды, не привык к трудностям? Нет, говорит. Вот он великий человек. Ну вот, как тяжело бывает, когда приходят испытания. А Павел говорит, веру сохранил. Его неоднократно пытались расхитить эту веру. Он сохранил эту веру. Я не раз говорю, сегодня просто еще раз повторю. Я когда вот эту тему исследовал веры, я ее коснусь, когда мы будем проходить, еще доживем «Постание к евреям» 11 глава. Вы помните, там очень огромный перечень мужей веры. Там Евраам, и Лот, и Гедеон, и Самсон, и Самуил, и Варак, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Но там в конце еще есть мужей веры, которые не написано, что они воскрешали кого-то, не написано, что они исцеляли кого-то. Они вот просто замучены были, не получившие освобождения, чьих, которых весь мир не был достоин, скиталищем мелочек и козьих кожах, терпя скорби, недостатки, озлобления, и так далее, и так далее. Пилами перепиливали были, камнями их побивали, и я не вошлю в перечень мужей веры. Это мужи веры. Это мужи веры. Поэтому вера, 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 но, и когда действительно где-то исцеление, какие-то великие дела, чудеса, знамения, то, наверное, легче и верить. А когда приходилось прятаться, козьи кожи одевать, чтобы не поймали, и где-то жить, вот, назовите это верой. Наверное, такой человек мог бы сказать вполне, я самый несчастный человек. Оказывается, вот так вот пройти путь, это тоже вера. Это тоже вера. Кто-то, может быть, мы таких людей видим в болезни почти, всю жизнь, на коляске, или еще где-то. Но почему мне так? Вера? В одних верах вот так проявляется, в других верах проявляется. Но это вера? Это вера еще. Поэтому, пусть Господь сегодня благословит нас, чтобы вы немножко подумали о вере нашей. Веру сохранил. Я немножко перечислил, в какие ситуации попадал Павел, и как некоторые жили, и, говорит, и замученные были, не вышли, и умерли в вере. Так и не получивший обетон, потому что обетование не на них лично распространялось, а на их потомков. Чтобы они, говорит, не без нас получили обещанное. Но я думаю, мы на эту тему более подробно будем говорить, когда будем читать послание к евреям. Я сегодня просто, ну, немножко отвлекся от этого послания, потому что хотел сказать, что не так-то легко было Павлу сохранить веру. Не так-то просто это было делать. Наверное, как не просто и нам часто бывает вот эту веру хранить, особенно, когда трудности, когда времена приходят непонятные какие-то, но без этого нельзя, чтобы вера выросла. Я просто еще раз хочу напомнить то, что я не один раз говорил, наша вера растет тогда, когда ее пытаются у нас отнять. Мы укореняемся тогда, когда нас пытаются вырвать с корнями. Тогда вынуждены пускать глубже корни. потом вот эти скорби, испытания, они были, есть и будут. Во времена приятные для нас, когда мы свободно можем молиться, свободно исполняться Духом Святым, искать обетования Божьим, это времена запасаться силой, чтобы тогда, когда Бог будет нас проверять, когда будет переплавлять, когда будет растить нашу веру, чтобы тогда нам не поколебаться, потому что собственными усилиями и наставание собственных ресурсов человеческих просто-напросто невозможно, вера не будет расти. И вы, наверное, заметили, когда читаете Евангелие, что Иисус свою славу открывал, свое могущество и веру, ну, когда были трудные времена где-то? Где-то больных было море, где-то там Годоринского больного встретил, а потом на море, вот ученики много видели, но когда вот та ситуация на море случилась с ними, когда они были в ужасе, и когда он сказал ветру умолкни, а море перестань, когда все утихло, то они очередно рассказали, а кто же этот такой, что и ветры, и море повинуются ему. Надо было их отправить на море, чтобы там их веру утвердить, в этом вопросе. То, что Бог Христос исцеляет, делает чудеса, они видели, а вот это для них было ново. для того, чтобы поставить человека на новую ступень, это будет новое испытание, это будет какой-то новый ключ Господа к нашей жизни, чтобы что-то открыть для нас то, с чем мы еще не сталкивались, и чтобы мы узнали его величие. И когда Павел говорил, я знаю, кого я уверовал, это, знаете, там заложен глубокий смысл. Я знаю, кого уверовал. Мы тоже можем так сказать, я знаю, кого уверовал. Но, наверное, он, когда говорил это, он больше, чем кто-то другой, знал силу, славу и могущество Христа, потому что он был восхищен в рай. Слышал незреченные слова, которые человеку нельзя пересказать. И, наверное, то, о чем мы читаем сегодня, и символистским языком доносится до нашего разума, мы понимаем условно, подобно, подобно, а он видел глазами своими. Что он видел? Сколько он видел? Он только знает. Потому что это невозможно передать, что я видел. Не передается человеческая речь, не хватает слов, чтобы это все передать. Поэтому он может сказать, я знаю, кого уверовал. Поэтому когда мы будем говорить, я знаю, кого уверовал, я тоже могу так говорить. Но когда Господь что-то еще открывает больше, то я понимаю, что я все-таки не знаю, кого уверовал. Вы меня понимаете, что я хочу сказать? Ну, я просто приведу в прошлый пример, когда знаю, кого уверовал. Когда у меня был вопрос, я хочу пояснить, что я имею в виду, знаю и не знаю. Когда у меня был вопрос, а какой же Бог? Какая величина какая? И я читаю, что небо и небеса небес его не умещают. Пересказу уже все не буду. Господи, а каких же размеров вселенной, которые ты наполняешь? Господь говорит, миллиард световых лет, умножить на миллиард световых лет, и это еще не все. А его это не умещает. Я говорю, Господи, правда, я не знаю, кого я уверовал. То, что я знал, оно вообще-то ни в какое сравнение не идет с тем, что есть на самом деле. И даже эту цифру я не могу себе этого представить. Поэтому я знаю, в кого уверовал. Наверное, все-таки это какое-то личное общение с Господом. Это не просто что-то общее. Вот знаю. Я еще не знаю до конца все. Как я могу знать это все? Поэтому это довольно относительно, но в отношении спасения, в отношении любви Божьей, в отношении его жертвенности мы знаем, кого мы уверовали. А когда, допустим, нам недоступно, не верим, что Бог может что-то сделать, и у меня такое бывает. Потому что мы меруем этими мерками нашими земными. А вообще-то оно гораздо мощнее на самом деле, чем земное есть. Поэтому пусть Господь поможет нам, чтобы умиру необходимости лично для каждого из нас. Потому что, может быть, кому-то надо больше знать, кому-то надо меньше. Бог никогда лишнего не дает и недостатков. Никто не испытывает нас лично. Для каждого Бог отмирил путь. И вот то, что нам надо лично, Бог даст все необходимое, за что благодарение Богу. Ну, а то, что не надо, мы хотели бы знать, то, что не надо. Но то, что не надо, значит, не надо. И Павел говорит здесь, вот, я знаю, кого я уверовал. А теперь готовится мне венец правды. Чеченец совершил, вирус сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь праведный судья в день оный. Вот это еще один термин, или пришествие Господа называется, или воскрешение мертвых, или день Господа, это один и тот же термин. И в этот день, ну, для нас это непонятно, очень трудно воспринимается, что в одной и той же мгновении Бог может делать разные вещи. Ну, а то, что, допустим, воздание будет даваться в воскрешение, я вам предстояю, Ивангел говорит, здесь Павел говорит, в день оный, праведный судья даст мне венец правды, то есть награду за дела соделанные, это не венец жизни, а венец правды, это награда за делу, которое он делал. Это у Иоанна от Луки 14 глава, 13-14 стихи написано, но когда делаешь пир завинищих, увечных, хромых, слепых, и блажен будешь, что они не могут воздаст тебе, ибо воздастся тебе воскрешение праведных. Вот, пожалуйста, анализируйте тексты, сопоставляйте, и вы найдете, что именно разные события могут происходить в один и тот же день, потому что в Боговремя оно не так рассматривается, как мы сегодня его рассматриваем. Вы знаете, сегодня уже ученые, чтобы что-то сделать, создать, что-то новое, ну как создать? Из всех кирпичиков какой-то материал, они сегодня миллионные доли секунды считают, потому что распад происходит в это короткое время. Оказывается, вот наше время, которое мы пользуемся вообще во вселенной в Божьем творении очень много делается, что для нас кажется мгновение. Секунда, ну что-то секунда. А у Бога, если у миллионной доли секунды распад какой-то, то это миллионная доля, то в миллион раз больше можно сделать, чем сегодня мы можем за секунду. Я приблизительно вот поясняю, что Бог может делать во времени. Поэтому просто еще раз напомню, что у Бога в процессе мгновения времени очень много делается. И вы помните, что дьявол, это не Бог, это просто ангел, правда падший, это падший ангел, но тем не менее, он мог показать Христу все царства мира и славу их во мгновение времени. Помните это местописание? Во мгновение, показать все царства мира или славу их, это же не просто показать, надо проанализировать, ну что это славное, что это красивое. Это просто можно сфотографировать в одно мгновение, а оценку дать. А вот у Бога в духовном мире вот эти короткие мгновения времени очень много что делается. Поэтому я просто еще раз подчеркиваю, что наши возможности сегодняшние никак нельзя сравнивать с Божьими возможностями. И потом, если он что-то сказал, то для него это очень просто сделать. Он не подчиняется материальным законам нашим, он стоит над ними, ибо он создал эти законы. И он их может менять в любое мгновение времени. Я когда-то помню одно откровение очень интересное. Я, правда, его уже все не помню. Может быть, я когда-то его рассказывал. когда я, значит, это было во сне. Я иду, смотрю, какая-то такая несуразица. Значит, идет поезд. Я прохожу на перерез ему. Он у меня ничего не повредил. Потом смотрю. Вот что интересно. Передняя часть состава пошла в одну сторону, задняя в другую, а все вместе идут в каком-то третьем направлении. Я смотрю, Господи, а что это такое? Господь говорит, если вот ты смотришь, вот это я тебе показал, значит, что я не подчиняюсь законам материальным. Говорит, если тебе надо будет сесть в этот поезд, то, говорит, если даже надо будет, чтобы одна часть пошла в одну сторону, а другая в другую, а все вместе в третью, то ты сядешь на него. Потому что я не подчиняюсь этим законам, которые сегодня установлены здесь. Поэтому и ничего удивительного нет. что сегодня люди удивляются, как Бог может делать дело. Кто-то сегодня, когда-то я где-то был в одном из собраний, из наших братьев с Барановичем свидетельствовал, вот он и сегодня, я себя уже не помню, когда Бог исцелил его, и это было удивительно, кто-то из врачей удивился, как такое может быть, а второй, кто более знакомый, спрашивает, а куда он ходит? А говорит, на трофянную пищу, не удивляйся, у них такое бывает. Ну, пожалуйста. А тут не удивляйся, у них такое бывает. Так что тут удивляться нечему. Потому что Бог не подчиняется нашим материальным законам. У него свои законы. И он их прекрасно нарушает. Ну, как нарушает? Во благо нам. Потому что если бы он нарушал каждый день новые законы были, то мы вообще не знали бы, что нам делать. А так знаем, вот пройдет только то, что утром настанет, потом будет вечер, а потом опять что-то конкретное. Но, когда надо было продлить день, то Иисус Навин сказал, стоя солнце над Гваоном, и луна над Айолонской, и стояло солнце, и не спешило к западу почти целый день. Я как-то не помню, какая-то была газета, это было лет, наверное, около десяти назад, когда, говорит, ученые там модель создавали или рассматривали создание Вселенной, считали время, и, говорит, компьютер высчитал, что одного дня не хватает. Вот взяли начало, конец, не могли понять, как, а потом пошли в Библию нашли, и одного дня не было, потому что один день был очень длинный. И вот считают, дня одного не хватает, куда он делся? Расчеты показывают, что вот столько должно быть, а потом взяли Библию, отвечают. день, то был такой день, очень длинный, но он был один. Не было смены, чтобы день, ночью сменился и так далее. Поэтому, когда Павел говорит эти вещи, то он говорит и нам о том, чтобы мы также вот сохраняли веру в самых трудных житейских обстоятельствах. Для нас очень много тупиков в жизни. У Бога никаких тупиков нет абсолютно. Потому что он стоит выше всяких законов. А теперь готовится мне венец правды. Я перечитываю восьмой стих, который даст мне Господь. Праведный судья. Вот интересно. Награду даст судья. Почему? Потому что он правильно оценит всякий поступок, сделанный нами. Не секрет, что наши поступки не всегда отображают наш внутренний мир. Они не всегда соответствуют нашему расположению, нашим мыслям и нашим чувствам. Люди иногда делают кому-то доброе, чтобы вчереться в доверие, а потом его отрасли обмануть. Бывает такое? Бывает, бывает. Говорят одно, а думают другое. Бывает такое? Бывает. И потому Бог судит каждый поступок человека. Он смотрит на то, что он сделал, и смотрит на мотив, для чего он так делал. И вполне возможно, многие добрые дела, они будут ноль для людей, потому что они были сделаны с хитростью, они были сделаны, после вред принесли, они были сделаны не по воле Божией. Потом Павел здесь говорит, даст награду Господь, правит на судья. А судья, он разбирает дело, и что-то оправдывает, что-то обвиняет, и что-то выводит среднее. Он стоит во главе всякого разбора. Поэтому я понимаю, что всякое наше слово сказанное, всякая наша мысль, она не будет разбираться тогда, тогда, там, где, она уже разбирается. Вот я сегодня говорю что-то, а Бог знает, что я думаю, и тут же дает оценку. И тут же дает оценку. Вы помните это местописание? От слов своих оправдаешься, и от слов своих что? Отсудишься. Почему? Это очень просто. Что Бог знает, что я думаю, и слышит, что я говорю, лицемер ты, или обманщик ты. Вот тут же сказал, и тут же идет, вот тут же. Вы помните историю Анании и Сафиры? За сколько вы продали землю? За столько ли? Ну, наверное, Петр цифру называл. Вот было время. Еще Сафира, она не знала правду, что муж уже погиб за это. Она могла сказать правду, и она осталась бы жить. Апостолы не требовали отдай. Они совершенно не требовали этого. Люди сами понимали, что то надо, не продавали, не шли. за столько ли вы продали землю? Да, за столько. Все, лжец. Как-то вы согласились солгать Духу Святому. Не мне солгали, вы солгали Духу Святому. Кто назвал лжецом Сафиру? Она сама себя сделала лжецом. Ее слова сказали, что она лжец. Наверное, нам лучше надо проверить наши слова с утра до вечера. А что? Я же ничего не сделал. А что мне так трудно на сердце? А то, что в разговоре даже кажется и совсем и не надо, но как часто слова не соответствуют чувствам и не соответствуют мыслям. Правда? с утра до вечера. Поэтому, наверное, если что-то не хочешь, чтобы знали, то лучше не говори. Никто же не заставляет говорить. Если не хочешь говорить на ту тему, то не говори просто. Но если уже думаешь одно, а говоришь другое, ну то какая оценка может быть? Какая может быть оценка? И вот поэтому очень часто иногда и ничего не сделавши, и ничего особо не нагрошивши, не переступивши границ каких-то, а вот разговоры. Если так вот вникнуть серьезно, то сколько вот такого бывает каждый день? Когда думаем одно, а говорим другое. Который даст мне Господь, праведный судья, в день он и и не только мне, но и всем возлюбившим явление его. И дальше Павел пишет в 9 стихе Постарайся прийти ко мне скоро. Почему? Ибо Димас оставил меня, возлюбив нынешний век и пошел в Фессалонику. Крискент в Галатию, Чит в Далматию, а Дим Лука со мною. Вот смотрите, вот все хорошие братья были, но Димас возлюбил нынешний век. Тоже, наверное, стоит задуматься над этим. У нас часто бывает, где-то какую-то соблость увидели, где-то не оправдались надежды, которые люди искали, где-то мы не так проповедовали. Я помню, что в прошлые времена часто проповедовали так. Придите к Богу, обратитесь к Нему, будете иметь все, будете ездить на машинах, Бог исцелит вас, но Бог никогда такого не говорил. Люди приходили, не получали то, что говорили, что обещали и уходили. У Павла такого не было. Он если говорил, то он никогда не скрывал правды, никогда не скрывал, что путь это непростой. Сказать о том, что в нем силы не было видно, тоже не скажешь, потому что Писание говорит, Павел сам говорил, я, говорит, не знаю ничего, чего Господь не совершил через меня, силой знамений, чудес, силой Духа Божия, так, что благословение мной распространилось даже до Иллирика и так далее. Но не было к чему придраться. И основная причина была, в чем заключалась? Он возлюбил нынешний век, возлюбил грех. Все. Единственная причина. Вот насколько часто бывает грех пленительным, насколько бывает приятным и влекущим. Ну, со мной он ходил, но ничего не видел. С кем-то другим сегодняшним. Ну, правда, не то. Но уже Павел придраться не к чему. И грех все-таки увлекал. Димас оставил меня возлюбил нынешний век. И куда он пошел? И пошел в Фессалонику. Он сказал, куда он пошел. Вы знаете, я немножко затрону еще один вопрос о страхе Господнем. Вы помните, что первоапоскальская церковь, они говорят, собирались каждый день для проломления хлеба, нажидаясь и, ходя в страхе Господнем, умножались. Можно найти в Деянии апостолов, где это написано. У Димаса как раз-то и не было страха Господня. Потому что вот ответ. Он возлюбил нынешний век. Не будет новым, если я скажу, что такое страх Господень. Ему надо учиться Писание, научиться страху Господню. И если взять само ядро, сам смысл, что такое страх Господень, то в притчах написано, страх Господень ненавидеть зло. Не дрожать от того, что в ад попадешь, или в рай, или мучением подвергнешься, или болеть будешь. Это не совсем полнота страха. А страх Господень ненавидит зло. Гордость и высокомерие, и там какие-то уста, не помню, я ненавижу Писание, говорит. Поэтому мы сегодня можем проверить, насколько у нас есть страх Господень. Если не понимать вот этого ядра, вот основное, так сказать, как раскрывается значение страха Господня, то да, но мы же боимся, мы не хотим в ад попасть, мы боимся, мы много чего боимся. Но это не то. А страх Господень ненавидит зло. И о Христе написано, Он говорит, возлюбил правду и возненавидел беззаконие. Почему помазал Божий Бог Твою Тебя и Ильям радости более всех соучастников Твоих. возненавидел беззаконие. Поэтому, наверное, у нас мало страха Господня, правда? И причина нашей часто не свободы, потому что мы не только ненавидим грех, но мы его любим. Это вторая крайность очень неприятная. люди часто любят грех. Голова понимает, что плохо, а сердце так влечет сильно, что не может сражаться. Любит. И тогда Писание говорит, и страха Господня нет в них, потому что они не ненавидят зло. Пусть Господь благословит нас сегодня. Чтобы мы взяли пример вот с этого и дали оценку себе, потому что Бог же может все исправить, когда мы правильно понимаем. Вот Писание говорит, придите дети, и я страху Господне научу. Оказывается, это не то, что, ну, как может человека в страх увести? Ну, из-за угла крикнуть что-то, или напасть на него, и уже страх будет. Но это не то. А тут научить надо, чтобы люди понимали, что такое страх Господень. Еще раз повтораю, страх Господень ненавидеть зло. У Демаса как раз-то это у них казалось. Он возлюбил его и пошел в Фессалонику. Ну, крискент и тит, не написано, что возлюбили нынешний век, но не безответственно отнеслись к работе Павла. Слушайте, что он дальше пишет. И Удемас оставил меня, возлюбил нынешний век, и пошел в Фессалонику. Крискент в Балате и в Далматию. Один Лука со мною. Марка возьми и приведи с собой, ибо он мне нужен для служения. Вот эти не посмотрели, что ему нужно для служения. Они собрались и пошли. И здесь не можем сказать, что они так, как Демас просто возлюбили нынешний век. Но я не знаю, что с ними было. Но они не остались с Павлом. Они его оставили, не пошли. Говорят, Один Лука со мною. Поэтому давай не проведи Марка, потому что Лука не справляется один. Я думаю, Павел прекрасно справился бы с тем, с чем Лука справлялся бы. Но зато он тогда не сумел бы делать то, что только он мог делать, а Лука не мог. Ведь не секрет же, что есть некоторые вещи, которые я не могу делать. Причем в моем желании, если и сделаю то, как говорят, не себе, не людям показать, не людям не себе посмотреть, не людям показать. Поэтому Павел здесь открыто говорит о том, что он один не может что-то делать. Вот эти вот меня оставили, поэтому давай мне Марка. Марка возьми и проведи с собой, ибо он мне нужен для служения. И Павел не побоялся сказать это. Он не побоялся, что его унизят, что смотри какой Павел лишь бы что не хочет и делать. А вполне можно было так сказать. Павел хочет, чтобы у него услуги были какие-то. Но он хорошо понимал, что всякое служение, особенно служение церкви, как мы сегодня привыкли говорить, это общественное коллективное, один ничего не сделаешь. Для этого нужны помощники. Марка возьми и проведи с собой, ибо он мне нужен для служения. Тихий-ка я послал в Ефес. Вот он в чем том, что Павел нуждался в помощниках, он видел там нечто такое в Ефесе, что он не мог удержать приспедить Тихий-ка. Говорит, я его послал в Ефес. Эти оставили сами, а этого я уже брал на себя что-то, но я вынужден был в Ефес его послать. Когда пойдешь, пронеси Филонь, который я оставил Традью Карпа, и книги особенно кожаные. Ну, здесь, я думаю, что тут и рассуждать много не надо. Оставил Павел плащ, и книги кожаные. Вот интересно, что это были за книги. Может быть, Библия, может быть, Талмуд, как у них тогда был, но вот что-то же было еще. Вот он не сказал, что за книги были, но они ему нужны были. То, что не надо, Павел никогда не носил бы. И никогда не заботился бы, если бы где-то оставил. Наоборот, я уже не буду рассказывать примеры, некоторые люди, вещи, которые не нужны, так они оставляют где попало, а по им возвращают. Говорят, ну, зачем? Я уже специально оставил, но мне не надо. А здесь вот Павелу надо было, но было время, почему он не взял? Или загружен был, или забыл, или что было, не знаем. Но вот принеси это мне, который я оставил в траде у карпа, и книги особенно кожаные. Александр Медник много сделал мне зла, да воздаст ему Господь по делам его, берегись его и ты, ибо он сильно противился нашим словам. При первом моем ответе никого не было со мною, но все меня оставили, да не уменится им. Вот два подхода Павла к людям, которые как-то, ну, не так, как надо поступили в отношении его. В отношении тех, кто его оставил, там дальше мы будем читать немножко. И он не с радостью говорит об этом. Вот при первом моем ответе говорит, никого не было со мною, все оставили меня, да не уменится им. Вы знаете, вот это да не уменится им, оно похоже на молитву Иисуса Христа. Господи, прости им, ибо они не знают, что делают. Хотя здесь, наверное, и это не совсем так. Только они знали, что делали. Но Павел как-то видел эту немощь человечку, страх, и он не, ну, просто, да не уменится им. А вот отношение Медника Александра, он не так сказал. Вот вы обратили внимание? Это нечто похоже на проклятие. Да воздаст ему Господь по делам его. Вот обратите внимание. Если эти, это тоже дело такое. Как только случилась проблема, трудность Павла там, ну, вы знаете, у него было много трудностей, побоялись и оставили. То он говорит, ну, говорит, оставили меня. Это осталось на вщевиках, читаем, что когда стало трудное время, они меня оставили. Да не уменится им. Уже просят, Господи, ну, не наказывай их, не воздавай им по тому делу, которое они сделали. А вот Александра Медника, наверное, настолько много сделал зла, что даже Павел сказал, говорит, да воздаст ему Господь по делам его. Вот смотрите, и я думаю, что Бог молитву апостола Павла слышал, да? Наверное, так просто не прошло все для Александра Медника. Берегись его и ты, ибо он сильно противился нашим словам. При первом моем ответе никого не было со мною, но все меня оставили, да не уменится им. Господь же предстал мне и укрепил меня, дабы через меня утвердилось благовестие, и услышали все язычники, и я избавился из львиных челюстей. То есть Павел сравнил вот ту обстановку, которую оказался, он ее сравнил, наверное, с амфитеатром, где христиан часто львы терзали, их выбрасывали на растерзание. И он говорит, Господь все отставили, но Господь не оставил. Вы знаете, когда все оставляют, то если ты не уверен в чем-то, то всегда будет сомнение, а почему? Наверное, и Бог оставил. Вот здесь Павел говорит, все оставили, но Бог не оставил меня, и я избавился из львиных челюстей. Господь же предстал мне и укрепил меня, дабы через меня утвердилось благовестие, и услышали все язычники, и я избавился из львиных челюстей. И избавит меня, Господь, от всякого злого дела, и сохранит для своего небесного царства. Ему слава в веки веков. Аминь. Вот еще одна мышь. и избавит меня, Господь, от всякого злого дела, и сохранит своего небесного царства. Если не вдумываться, то можно подумать, что Павел имел ввиду, его никакое зло не коснется. Потому что избавит меня от всякого злого дела. Это неправильная расшифровка этих библейских терминов. Вы помните, на прошлом разборе я об этом говорил, на позапрошлом, когда Павел говорил, какие ему трудности пришлось пережить, какие проблемы пришлось перейти. Но говорит, от всего этого избавил меня Господь. Поэтому избавил от гонения, избавил от скорбей, избавил от всякого злого дела, совсем не означает, что оно не коснется. Он может коснуться, но я не знаю, в каких пределах. Но смысл заключается в чем? Они не поколеблют, не разобьют веру, не отделят от Господа. Вот что значит избавит. Поэтому я бы очень хотел, чтобы мы это запомнили. Потому что многие, когда читают, говорят, написано избавит, а у меня вот одно за другим получается. Ну как избавить? Это неправильное понимание, неправильный смысл заложен, не знаю, человеческий, или какой. Когда Писание говорит об этом, оно немножко по-другому понимает эти вещи. Избавить это значит, не даст Господь поколебаться поколебаться, скорбях этих, отступить от Господа, а выдержать. Это означает избавить. Избавит меня Господь от всякого злого дела и сохранит для своего небесного царства. Потому что если не избавит, то человек почирает царство небесное. И ведь все скорби, испытания, гонения, они имеют одну цель поколебать веру, отделить от Господа, погубить. Потому что дьявол пришел, чтобы украсть, убить и погубить. Но Бог даже в самых трудных ситуациях, он поддерживает человека, христианина я имею ввиду, и помогает ему не отречься от Господа. И это означает именно вот то, что здесь написано. Ему слава, во веки веков. Аминь. Приветствуй Прискилу и Акилу и дом Анисиферам. Ну, здесь, наверное, как всегда, человеку дорого то, что о нем помнят. Приветствуй. Привет. Говорят, передай привет. Когда-то мой племянник говорил так, Волочка, передай папе привет. Говорят, хорошо, иди нещи быстрее. Я ему говорю, что ничего нещи не надо. Ты скажи ему, что дядя Коля передавал привет. Он подумал, сказал, ну, хорошо, я скоро иду, иди нещи. Вот, для людей материальная вот эта часть, она и кажется приветом, а на самом деле, самое главное, что помнят. Что помнят. Не всегда, когда-то наша сестра Аня говорила, вот, привет передают тогда, когда нечего передать. Может, и так иногда бывает, но, но с другой стороны, все-таки даже то, что тебе помнят и знают, ну, это и есть привет. Передай привет, говорят. «Яраст остался в Коринфе». Смотрите, Трофима же я оставил больного в Милите. Сколько Бог сделал из апостола Павла? Сколько совершил исцелений? Ну, и уже, наверное, Трофима, который с ним вместе трудился, наверное, у апостола Павла было желание, чтобы он не был больной. Но вот апостол Павел оставил Трофима больного в Милите. Потому что у Бога были другие планы по этому вопросу. Надо было. И очень часто этими болезнями Бог и тормозит. Они не могут сделать то, что хотели вы, потому что оно было не в планах Божьих. Да иногда и отдохнуть надо. Я сам отдыхаю только тогда, когда я больной. А так совести не хватает сидеть дома. Я помню последний раз я как-то долго так где-то проездил и заболел где-то на долгое время. Ну и стал молиться Господи, в чем дело? Ну и когда мы были на молитве, у нас Господь говорит, у тебя же круг за кругом идет. Это, говорит, не бесполезно, но кончат. А я не понял, я думаю, какой круг у меня? Ну какой круг? Говорит, а тебе же надо иметь общение со мною, тебе же надо и пищу. А потом, ну правильно, круг за кругом, объехал 152 церкви один раз в год, начинается новый круг. Уже покуда объеду все, уже те забыли, когда я был, но все ясно, круг за кругом. Объехал, начинается новый круг. Если бы не было таких остановок, ну, то я не знаю, наверное, но не выдержал бы этого. Для меня лично всегда вот таким образом Бог останавливает, потому что или это моя глупость такая, или что, я не знаю, что хочется рваться, куда-то вперед бежать. Плохо это или хорошо, но, наверное, лучше пусть Бог тормозит так, чем лениться, чтобы подталкивал. Есть, наверное, обратное, когда человек лодорь, его надо подталкивать. Я не хочу сказать, что я особенно какой-то там труженький или что-то, но, во всяком случае, я выбираю вот первое. Лучше пусть так тормозит, чем толкать, чтобы выходи, выходи, выходи. Трофима же я оставил больного, умилите. Постарайся прийти до зимы. Приветствую тебе Еву и Пут, и Лин, и Клавдия, и все братья. Господь Иисус Христос садухом поим благодать с вами. Аминь. Ну, я думаю, что мы довольно основательны, насколько это можно было, прошли именно вот это послание апостола Павла к Чимофею, называют пастырскими посланиями. Здесь в основном Господь дает наставление пастырям, но когда мы знаем, что Господь требует от пастырей, тогда можем знать, что они могут потребовать от нас. Правда? И тогда не будем обижаться, если они что-то требуют. Я думаю, что если будут какие-то вопросы, можете их задать. Ну, один из вопросов был, является ли лжесвидетелем человек, который неправильно проповедует? Лжесвидетель, который лжесвидетель, если это ближний лжесвидетель, а уже, который проповедует, то есть, что можно сказать, неправильное учение. Ну, такие вот вопросы. Я думаю, они и не сложные, но и не важные особенно. Поэтому, если есть вопросы по этому, если нет, боюсь умереть и не кончить, будем идти дальше. Течение совершил. Полинке написано, правда, там брат Саша говорит, какое-то там версия другая есть, электронная. Но в моей версии написано, бег закончил. То есть, течение совершил. Вот начал бежать, дистанцию, и я ее закончил. И Павел говорил, что я ее бежал не так, лишь бы пробежать. Я в прошлый раз говорил, что обычно, когда бывают соревнования, вы, наверное, вообще в них участвовали. Может быть, в школе, где-то я участвовал, потому что, с одной стороны, неверующим был, с другой стороны, наверное, что-то и можно увидеть в этом. Это говорили, вот вы бежите, чтобы побежать. А вы бежите, лишь бы добежать, чтобы команда не потеряла человека, иначе с ним будут соревнования. Вот вы трое бежите. Я помню, когда-то мы играли, я в настольный теннис, неплохо играл, теперь я не играю уже у него, наверное, и ракетку забыл, как держать. Ну и всегда, вот технику легкой промышленности, мы всегда брали первое место в городе. Хотя на комбинате было два чемпиона Беларуси, один был Корыцкий, а другой был, кажется, Громово в то время играл. Ну мы как, мы им подставим самого слабенького Корыцкому? Он не шутя. А у всех остальных под орех, и все. То Павел, вот, когда он бежал, он не считал, что можно бежать, лишь бы пробежать. Он говорит, я бегу не так, как на неверное, я бегу, чтобы получить, я бегу, чтобы добежать первому. Вот я так бегу. Почему он и говорил, что его жизнь, это было подвиг. Иначе иногда, чтобы выиграть какие-то соревнования, это надо выложиться до конца. Так просто это не получается. потому здесь Павел говорил, я, говорит, течение совершил, или бег закончил. И бежал не лишь бы как, а бежал, чтобы получить, чтобы первому добежать. Я когда-то говорил на ту тему проповедь и так далее, и так далее, но не буду сегодня останавливаться на этом. Течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, правильный судья, в день оны. И не только мне, но и всем возлюбившим явлением его. Поэтому, пожалуйста, если что, есть какие-то вопросы по этой теме, можете их задать. Коринфянам? А что там за вопрос с Коринфянам? Какие должерственные яства? Во-первых, идол это то, что становится впереди Бога. Идолом может быть собственное чрево. Вы помните, их Бог чрево. Идолом может быть жена, идолом может быть муж, идолом могут быть деньги. А в то время, когда Реша, когда Павел говорил, там были просто идолы деревянные, железные, серебряные, и им приносили жертвы, которые как бы для них предназначают, которые после жрецы съедали. Поэтому мы сегодня об этом не рассуждаем, а сегодня рассуждаем о других идолах, которые действительно люди приносят время для них, деньги. Вот, допустим, сегодня очень распространяют такие, ну, игровые автоматы. Я, когда просматриваю прессу, это звезды, вот эти знаменитые певцы, они миллионы долларов проигрывают. Это их идол. Стремятся выиграть, ставить ставку и проигрывают. Ну, а идоложертвы не яство сегодня. Ну, есть, трудно сказать так вот конкретно. Есть много идолов. Вы просто почитать, когда-то я писал в своей книжке об идолослужении, там и Артемида Ефесская, там и все было. Вот это с духовной стороны вот эти идолы. Ну, ясно. А тут еще рожа мне подсказывают. Швенцовный хлеб продают в церквах и распространяют. Ну, конечно же, это идолослужение. Самое настоящее. Ну, самое настоящее. Какой может быть свинцовный хлеб, скажите? Хлеб есть хлеб. Единственное, допустим, когда мы участвуем в хлебопроломлении, когда мы совершаем над хлебом, над вином молитву, оно для нас святыней становится. Но Писание говорит, его нельзя выносить даже за дверь, мы его здесь съедаем, мы его не продаем. И мы не можем помолиться за хлеб, допустим, а после где-то развозить, продавать, а вы уже не молитесь, это святынцовный хлеб. Ну, конечно, это уже те уклоны, которые у нас не должны быть, разговоров даже быть не может. А вообще, идолам может быть любая вещь, которой мы отдаем предпочтение перед Богом. Вот, допустим, для, вы помните, вот этого юношу, который приходил ко Христу и спрашивал, что мне сделать доброго, чтобы войти в Царство Небесное или иметь жизнь вешенную. Вы помните его? Я в последнее время говорил на одну тему не один раз в церквах. Определенная тема была. Я этот вопрос затрагивал. Вот этот юноша, он очень тщательно проверял свою жизнь. Потому что, когда он сказал, задал этот вопрос, и что мне еще не хватает, это не было бахвальством, рассказать, какой он хороший, чтобы его похвалили. Потому что Христус его не похвалил бы, не полюбил бы его. А вы помните, когда он что-то сказал, то Иисус полюбил его. Вы помните вот это написанное? Когда он его полюбил? Когда он задал такой вопрос Иисусу Христу, что мне делать, чтобы войти в жизнь свечную? Иисус сказал ему, ты же знаешь заповеди? Спрашивает, какие? Почему этот вопрос стоял, какие? Потому что он не находил, чтобы он нарушил. Какие? Иисус говорит ему, не пролюбодействуй, не убивай, почитай отца и мать. Вы помните? Юноша говорит ему, все это я сохранил от юности моей. Это была правда. И Иисус сказал, слушай, дорогой, вот тут у тебя неправда. Говорит, Иисус полюбил его. И тогда говорит, ага, значит, ты хочешь быть совершенным. Ты чувствуешь, что еще не все то, но ты не находишь, что у тебе еще и тогда я тебе скажу, что у тебя большое имение. Я от себя добавляю, потому что впоследствии Иисус пояснил, в чем причина. И ты на него надеешься. Так не написано. Это дальше написано. Трудно надеешься на богатство войти в Царство Небесное. Помните вот этот разговор после, потому я уже добавляю, ну как бы поясняю сегодня. У тебе большое имение, продай, раздай деньги нижшим и приходи, следуй за мной, и будешь тогда совершенным. Вы помните, что сделал юноша? Он мне сказал, Господи, я благодарю тебя. Я так искал, найти ничего не мог. Чувствовал, что что-то не то, ничего подобного. Когда он услышал эту вещь, он сразу же его лицо помрачнело, внутри все оборвалось. Как вы думаете, он что, не хотел идти за Иисусом Христом? Скажите, хотел. А что он не хотел? Он не хотел расстаться со своим идолом. Он хотел идти за Христом. Он искал. Он просил, скажи мне, что во мне неладно. Но он никак не мог догадаться, что то, что Христос скажет, ему не понравится. Но это ему не понравилось. Он повернулся и ушел. Может быть, он дальше покаялся, Библия ничего не говорит. Может быть, все может быть, но на данном этапе обрывается все, тем, что он услышал, он этого не мог перенести, он повернулся и ушел. поэтому напрашивается мышь, когда мы хотим, просим Господа, скажи, это совсем не значит, что нам будет сказано приятное. И притом иногда такое, что человек и не подозревает, что он так есть на самом деле. Он никогда не думал, он никогда не думал, что у него проблема внутри скрыта, а она была. он это чувствовал, он пришел ко Христу, но когда Христос сказал ему в чем его проблема, он не мог этого перенести. Он повернулся и ушел. Думаю, что с нами так не будет. Когда мы приходим, слушаем Слово Господне, оно касается сердца нашего, вполне возможно, что где-то что-то и неприятно, но а что поделаешь, что оно есть, и это хорошо. Я не раз говорил, кому нужен такой проповедник, который никого не задевает, который ничего не делает? Кому он нужен тогда? Нужен тот, кто может действительно что-то достать изнутри, где-то что-то подсказать, а если поговорил, поговорил, хорошо сказал и ничего, не жить не захотелось лучше, и обличение какого-нибудь, это зачем нам все нужен? А обличение очень нужное. Мы дальше будем читать, мы там найдем такой текст Писания говорит, обличай их строго, чтобы были здравы в вере, вы помните? обличай строго, чтобы были здравы в вере, а других путей то и нет. Хорошо, еще есть вопросы? Не совсем расслышал. святите Бога в сердцах ваших но я допустим прекрасно понимаю, что это значит. Мы часто святим Бога языком. Вот вы поймите, что я хочу сказать. Мы говорим, что Он святой. Что значит святить Бога? Другими словами, не затянять Его света. Своей жизнью показать, какой Он есть святой. поклоняться Ему в своем сердце. Что значит поклоняться? Жить по Его слову. Потому что сегодня люди в нас хотят видеть Бога. Бог уже так не ходит по земле. Они в нас Его хотят видеть. И Павел говорит, святите Бога в сердцах ваших, во внутреннем сердце, не только в наружности. Вы помните, когда Бог обрешал свой народ, где-то в Псалме есть такие слова. Они говорят лгали ему языком своим. Потом типа того лещили ему языком своим, а сердце их было далеко от меня. А Писание говорит, святите его в сердцах ваших, во внутреннем человеке. Это тоже самое очень похожее место Писания, которое говорит о том, что поклоняться Богу надо в духе и истине. Вот поклоняться Богу можно плотью. Плотью. Руки вот так вот сложить, умиленное лицо сделать. Внешне, а внутри совсем не то, что наружи. То Писание говорит, в духе, во внутреннем человеке, в сердце, вот там святите Бога. Вот слово святите трудно передать доступным языком. Говорит, будьте святы, потому что я свят. Но если попрошу такое быть святы, не нарушайте Слово Божие. Чем? Делами. Чем еще нарушается Слово Божие? В мыслях. Где еще можно нарушить Слово Божие? В чувствах наших. Вот когда мы имеем, вы понимаете, что такое чувство? Чувство это же не мысль. Через мысль может чувство прийти. Трудно сказать что такое чувство. Мы имеем чувство. Но языком сказать, это такое. Я например, трудно мне сказать, что такое чувство. Но мы говорим негативные чувства, отрицательные. Это отношение к другим людям неправильное. Это уже будет не свято. Дела наши, слова. я допустим возьму четыре вот таких отдела, где можно говорить о святости. Делами, потом словами. Хотя слово это тоже уже дело. Слово можно убить, правда? Можно убить ножом, можно убить словом. И я допустим знаю, когда люди, когда разборки, ну какие разборки, не бандитские конечно, а вообще, то вот от слов каких-то у них разрыв сердца был, их выносили оттуда, их убили словами. Я взял такие крайние примеры, что можно, просто они не выдержали этого, терпели, терпели, сердце не выдержало, и вынесли, человек, инфаркт, говорит, случился. От сильных переживаний внутренних. дела, слова, они тоже к делу уже правливаются. Мысли, ну вы все знаете, что такое мысли, ну а как они организовываются, ну не знаю, что это такое мысли. Врат, ученые расшифровали мысли, сегодня расшифровали по биотокам, не знаю, как они это делают, но прекрасно расшифровывают мысли сегодня. Ну и чувства, так вот мысли и чувства это уже внутренний мир человека. Вы знаете, что у нас часто бывают чувства нехорошие. Мысли мыслями, мысли это еще не чувства, но часто через мысли меняются и наши чувства. И они могут быть греховными эти чувства. Вот почему. А это уже относится к нашему духу, к нашему сердцу. Вот он говорит, «Святите Господу Богу в сердцах ваших». А уже сердце это уже более относится к нашему внутреннему миру. И мы уже его проверить не сможем друг друга в этом направлении, потому что если по словам можно немножко судить, по поступкам можно немножко судить что-то, то уже когда дело касается мышления и чувства, это наш внутренний сокровенный мир, о котором никто не знает, кроме нас и Господа. Это наверное, я боюсь процентов отношений выражать, это наверное процентов восемьдесят. Ну боюсь, я не говорю, что я это знаю. Наверное, процентов восемьдесят наша жизнь происходит на невидимом уровне, где никто не знает. потому что если учесть сколько мы разговариваем днем, ну сутки выясняем отношения, говорим или так сказать ну лицо наше показывает другому человеку кто мы есть, даже слова словами посмотришь в глаза и уже видно, что это не то, что надо. Ну в отношении того, сколько внутреннего, что мы не выражаем, наверное, очень мало процентов, может даже и восемьдесят не будет. Поэтому в этом смысле мы только себя можем проверять, других людей мы не проверим. Да и вообще я всегда когда говорю, то я говорю проверайте себя, потому что другого мы не проверим, потому что не всегда наши слова соответствуют нашему внутреннему миру, не всегда дела наши соответствуют нашему желанию даже. Говорит хотелось как лучше, а получилось никуда не годно. Бывает такое? Бывает. И здесь уже нельзя оценку дать, и здесь не дашь оценки. Иногда хочется делать что-то, а возможности, способности часто не соответствуют нашему желанию сделать что-то большое и не получается. Мы тогда огорчаемся, поэтому вот в этом вопросе мы только себя можем проверять. И пусть Господь нас благословит. Когда-то я один раз говорил, когда был в Миняполище в Америке, там был один из братьев с Украины, то он сказал такую интересную фразу, когда вы идете в собрание, то идите с граблями, а не с вилами. Знаете, с граблями. сюда это мне я буду а вилы это все тебе. Это все тебе. Это ему, это ему, это ему, это ему. С граблями надо ходить в собрание, не с вилами. Он так просто метко выразился, но смысл ясный и точный. Потому что вот с этой точки зрения, как я говорил, проверить можно себя более-менее. И то не всегда. Вот я проводил пример. Хотел проверить, хотел узнать. Вы помните, и Петра помните, который не мог себя проверить. Не знал, что у него что-то кроется. Клялся, что если все оставят, то я не оставлю, сам же оставил. А Христос видел, сказал, Петр не пропьет петух дважды, ты трижды трошешься. Мне и так оно и было. Мы знаем больше всех о себе, а Господь знает все. А о другом что мы можем знать, если Бог не откроет. Поэтому давайте будем учиться проверять себя, формировать себя, а не других. Мы только можем помочь кому-то, кто этого хочет и желает, помолиться, обидели, простить, надо помочь, помочь, а остальное мы не можем. Это Господь и мы больше можем заниматься самими собою, а не кем другим. Есть еще вопросы? Ну естественно. Его же не один раз арестовывали. И там как раз речь идет о том, что где-то отчет давал перед правительством, перед начальством, перед иудеями и правителями, потому что веруя, что у него отчета не требовали, требовали кто? Иудеи, религиозные деятели, и требовали власти. И когда его где-то взяли, то все остальные взяли и просто избежали, потому что Павел говорит, они меня оставили. Трудились, работали вместе, когда надо было ответ, они просто его оставили и убежали. Вот как раз об этом и говорил. Ему хотелось, чтобы его друзья были рядом, а их мне казалось тогда. Я говорю, все очистки оставили меня. Помните, в другом месте, в том числе Фигел и Ермоген, он даже называет по именам, да неуменится им. Что там было трудно сказать, потому что Павел конкретно не говорит, может только догадываться, в Ефесе ли это было, или где это было. Но где-то вот было, когда ему пришлось давать отчет, и трудились вместе, а отчитываться пришлось одному. Все меня оставили, но Господь предстал мне и укропил меня, и я избавился из львиных челюстей. Вот мы прочитали, это было что-то очень серьезное, это было очень серьезное. И если бы Господь не умешался, наврать ли Павел вырвался бы оттуда. Ну Господь предстал, укропил меня, ну и я вот живу до сегодняшнего дня. Но уже немножко отношение мое другое. Вы помните, он сказал, да неуменится им, просит Бога. А о меднике Александр говорит, да воздаст ему Господь по делам его. Он немного сделал зла, и ты его берегись. Он говорит, сильно противился нашим словам. Может быть это был тот медник, вы помните, когда кричали, бунт подняли, великарты меда ефесской, вы помните это зияние апостолу. Вполне возможно, он имел этого Александра медника, который говорил, что если этот Павел своими убеждениями совратил немалое число людей, и говорит, если они за ним последуют, то не спровергнется величие той, которая подчиняет вся Асия и Вселенная и говорит, он говорит, что Боги наши ничего не значат, наше ремесло придет в упадок, я почти дословно передаю. Вот он бунтовал там. За ремесло особенное, за деньги, за кусок хлеба, люди готовы все отдать. Кто-то однажды сказал, батька с матерью продадут за хлеб. Ну что ж, такой сегодня мир. Такой сегодня такой. Хорошо еще. Только не слишком трудно, там выкопается что-нибудь. Один брат говорил, одному областному задал вопрос, а после наверное лет пять уходил и рассказывал, вот как задал вопрос, и областной не ответил. А я думаю, я не знаю, не боюсь, я прямо скажу, что не знаю. Я тоже не все знаю, и никто всего не знает. Я думаю, вопросы наши не касаются жизни нашей, более-менее они одинаковые кругом. But я какое-то ское .